Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Что делать, если ничего не понимаешь на литургии? Уверяю вас, это состояние такого нигилизма литургического долго не протянется. Достаточно чуть-чуть приложить усилий уже через несколько приходов в храм. Когда вы со вниманием пробуете отнестись к происходящему там во время богослужения, то все яснее и теплее будет для вас пребывание на божественной службе, поскольку особой какой-то заумной сложности в нем, конечно же, нет. Только не получив соответствующего, хотя бы минимального церковного воспитания, мы, конечно же, несколько дикарями входим в храм Божий. И первые наши литургические опыты характеризуются как раз вот такими впечатлениями. Ничего не понятно, утомительно, ничего не слышно. А если и слышно, то переговоры народные, совсем не располагающие к молитве. В общем, душа, еще не умеющая молиться, еще не представляющая великого небесного содержания этого таинства, пребывает в каком-то смятении и говорит сама себе, «Лучше бы я дома помолилась, как хорошо, никто не мешает, тишина, если, конечно, родственники не смотрят включенные на всю мощь телевизор». Да и для этого искушение сейчас есть преодоление наушники либо тем, кто смотрит телевизор, либо напротив, для того, кто его не смотрит и может в наушниках наслаждаться чтением святых молитв или церковных песнопений. Для того, чтобы литургия стала ближе, надо, во-первых, на ней бывать и почаще, а во-вторых, есть прекрасный способ держаться поближе к клиросу, к хору, церковному, тогда яснее ты разбираешь, и то, что поется, и то, что читается во время богослужения. Существуют книжицы, в которых последование литургии, кроме переменных ее частей, внятно изложено. И возгласы диакона или священника, и ответы хора, ты можешь наглядно видеть пропечатанные на бумаге и, таким образом, удобно доходящие до твоего собственного сознания. Более всего открывает содержание божественной литургии покаянное устроение человека, приходящего в храм. Ему все становится понятно. Ему какие-то тонкости церковно-славянского языка даже и нет необходимости разбирать, потому что общему его покаянному чувству вполне соответствует то милостивное богослужение, которое совершается в его присутствии. И любовь Небесного Отца сияет в благословениях священника, в церковных песнопениях, в тех действиях, которые предпринимают люди, пришедшие на божественную литургию. И всякий человек призван через частое возобновление этих действий, через частое участие в божественной литургии, глубоко вникнуть в ее содержание и настолько ее беречь, так, чтобы и жить этой литургией тогда, когда она завершается. Субтитры создавал DimaTorzok